Кому-кому, а Макрону не нужно рассказывать о вкусе победы, он ощущает его прямо сейчас. Французы сделали свой выбор, несмотря на рекордное количество испорченных бюллетеней и голосов против всех. Подробнее о 39-летнем Эммануэле Макроне, обошедшем ультраправую Лепен во втором туре, Елена Зорина из Парижа. Они листают новости в телефонах, не отрывая взгляд от экранов телевизоров. И вот первые данные экзитполов. Эммануэль Макрон 65,1%. Очевидно, это новый президент Франции. Мари Лепен этим вечером набрала 34,9%. Это ее результат во втором туре. Радостные сигналы автомобилей и люди с национальными флагами на улице Париж сразу после закрытия избирательных участков настраивается на праздничный лад. Да здравствует Франция! Да здравствует Франция! Но такому результату рады не все. И это добавляет работы полиции. С одной стороны Лепен, расистка. С другой Макрон, бизнесмен, который все сделает частным. Многие отдали свой голос впустую. Когда-нибудь они это поймут. Впрочем, протесты ощущения праздника не омрачают. Самая бурная реакция в лагере победителя Эммануэля Макрона. Я очень счастлива, потому что это настоящая победа для Европы. Это европейская победа. И это прекрасно. Кандидаты встречают результаты голосования вместе со своими сторонниками на митингах. И даже аутсайдера гонки Лепен, похоже, проигрыш не расстроил. 48-летняя лидер ультраправых встречает новость с зажигательным танцем. А вот со сцены убеждает уже поздравила соперника с победой. И призывает сторонников продолжать борьбу на парламентских выборах, намеченных в стране на середину июня. Я призываю всех патриотов присоединиться к нам и принять участие в решающей политической битве, которая начинается сегодня. Победитель, которого СМИ уже окрестили французским Обамой, обращается к избирателям и сопернице погонки на площади Карузель перед Лувром. Сегодня я хочу обратиться к своей сопернице Лепен в духе республиканских ценностей. Я знаю, что у нас есть разногласия, и именно они заставляли голосовать некоторых людей за экстремистские партии, но я уважаю их выбор. Я буду защищать Европу, ту, которая есть у нас. Ведь на карту поставлены наша цивилизация, наш образ жизни и наша свобода. Задачу молодого политика теперь немало – сформировать большинство в парламенте, выбрать нового премьера и, самое главное, определить политический курс. Хотя, по сути, он уже ясен. Сегодняшний день Макрон начал уже почти как президент, но пока с действующим Оландом. Вместе они участвовали в церемонии, посвященной 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Уходящему и новоизбранному лидерам еще предстоит разговор тет-а-тет перед передачей президентских полномочий. Дата инаугурации определена уже в это воскресенье. И хотя имя победителя уже известно, официально праздновать победу пока рано. Кто станет новым хозяином Елисейского дворца, объявят 11 мая, когда подведут итоги этого голосования. Из Парижа Елена Зурина, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Продолжение следует...